В эти выходные на Магаданской площади состоится полумарафон-забег. Чтобы поучаствовать в состязании, у магаданцев должен быть специальный допуск от врача. Как выяснилось на заседании правительства Магаданской области, у спортсменов-забега возникают проблемы с осмотром врачей. Ему надо получить кардиограмму или заключение кардиографа. Говорит, мало что ты сегодня сдашь, мы еще и читать будем. Можем не успеть к забегу прочитать, а без правки на забег не пускаю. Поэтому, когда эта акция всероссийская планировалась, никто подумать не мог, что гораздо сложнее будет. пройти этот дерби по кабинетам поликлиник Магаданской области. Объясните, пожалуйста, почему у вас ничего не работает. Записаться в электронном цифровом виде невозможно. Очереди. Тогда понятно, почему такие результаты по вакцинации. Сотрудники медицинских учреждений утверждают, что установленные терминалы не подходят к новой системе электронных баз. Сейчас специалисты IT разбираются с этим вопросом. Сколько времени специалисты разбираются с этим вопросом? В течение месяца. А? В течение месяца. А когда вы обнаружили, что ваш терминал не подходит к системе БАРС? Насколько я знаю, систему БАРС внедрили еще в прошлом году? Сразу же. Губернатор Магаданской области приказал разобраться с проблемой в поликлиниках Магадана. Я утверждаю, при таком состоянии дел, что деньги, которые мы потратили в прошлом году, потратили неэффективно. А вернее, мы деньги потратили, а отдачу не получили. Поэтому я вам даю неделю срок, чтобы вы мне по этим вопросам разберетесь, напишите объяснение, почему так произошло, как вы меры принимали. В Магаданской городской думе обсудили исполнение программы по наказам избирателей на 2021-2023 годы. На заседании депутатской комиссии рассмотрели семь вопросов. По словам парламентариев, общий объем финансирования программы составляет около 47 миллионов рублей. Это асфальтирование, освещение, озеленение, ремонт дворовых территорий. Всего 21 избирательный округ. Депутаты обсудили, как перераспределить бюджет, чтобы исполнить больше просьб магаданцев. Мы сегодня можем говорить о том, что наполнение финансовой программы – это только муниципальный бюджет. Соответственно, денежных средств на реализацию всех наказов избирателей фактически недостаточно. Но при этом мы занимаемся как раз таки возможностью наполнения программы более нахождения источников финансирования для того, чтобы расширить программные мероприятия и, соответственно, выполнить гораздо больше тех наказов, которые получены депутатами в рамках в том числе избирательной кампании и в процессе деятельности депутата. Планируют сделать детские игровые комплексы, ограждения, ямочный ремонт. Кроме того, продолжает работать программа «Столица», комплексное благоустройство территории, а еще комфортная городская среда, где граждане могут определить перечень работ и план. Также на заседании обсудили изменения в муниципальной программе «Чистая вода» и правила землепользования и застройки города. В Магаданской областной думе обсудили предоставление земель многодетным семьям, компенсацию расходов на проезд и изменение бюджета фонда УМС. Провели заседания члены Депутатского комитета по социальной политике. Доходы территориального фонда в 2020 году составил около 6,6 миллиардов рублей. Расходы более 6,7 миллиардов рублей. В бюджете в прошлом году из федерального фонда поступило почти 6 миллиардов рублей. Из областного более 440 миллионов рублей. Также обсудили 2021 год. Доходы в 2021 году предлагают увеличить до 6 миллиардов рублей за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Кроме того, парламентарии обсудили прощение предоставления земельных участков многодетным семьям. Поступило предложение сократить перечень документов, которые требуются от заявителей. Например, исключить свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния. Рабочие Магадан Теплосети приступили к очередному этапу реализации масштабной инвестиционной программы, направленной на капитальный ремонт и реконструкцию основных городских тепла и водомагистралей. Участки труб, на которых производятся работы, были уложены в 70-е годы прошлого века и нуждаются в срочной замене. Финансирование программы перекладки магистрального трубопровода Магадан Теплосеть осуществляется целиком за счет собственных средств. На данном этапе стоимость работ около 140 миллионов рублей. Общая же цена инвестиционной программы Магадан Теплосети – полмиллиарда. Это продолжение магистрального трубопровода в 2016 году, то, что мы по Советской делали, в 2019 году по правонабережной. Мы идем теперь на соединение этих двух реконструированных участков. В этом году и в следующем мы соединимся. По улице Советской этим летом будет заменено порядка 270 метров магистральных труб. Теперь трубы не будут лежать в земле, так как устанавливается проходной канал. Также увеличивается диаметр трубопровода для повышения пропускной способности магистрали. Это благоприятно скажется на качестве и стабильности теплоснабжения Третьего областного центра. Работа выполняется по графику. Пока идет все без сбоев, все нормально, техники достаточно, людей достаточно, материалами закомплектованы. К сожалению, подобные работы в центре города не могут не доставлять неудобств жителям. Проезд вокруг строительных площадок по улице Пушкина и участка улицы Советской перекрыт. Хотелось бы обратиться к жителям города Магдана, чтобы с пониманием относились к месту проведения работ. Потому что автомобилисты особенно проявляют неуважение. И у нас улицы эти перекрыты. Все равно под знаки едут под работающие механизмы, невзирая на людей, создают опасность для работников, которые здесь производят работу. Я хотел бы обратиться и попросить их быть более благоразумными и уважать труд других людей. В октябре это все закончится, все откроется, и вы будете пользоваться возможностью проезда там, где вы привыкли пользоваться. Сейчас движение автомобилей в районе производства работ не просто ограничено, оно запрещено. Имеют право перемещаться в этой зоне только специальные механизмы. Если человек отработал в районах Крайнего Севера не менее 7 лет и 6 месяцев, у него достаточно трудового стажа и пенсионных коэффициентов, он имеет право обратиться за пенсией раньше. За каждый полный календарный год работы возраст выхода на пенсию снижается на 4 месяца, но не более чем 5 лет в общей сложности. Например, если стаж в РКС 9 лет и соблюдены все условия, обратиться за назначением пенсии можно на 3 года раньше установленного. Напомним, к 2028 году возраст выхода на пенсию у женщин составит 60 лет, а с северным стажем обратиться можно будет уже в 57. Стартовал прием заявок на участие в «Северном соцветии-2021». Это ежегодный городской смотр-конкурс. Проводят его с 2015-го. Цель – благоустройство Магадана. Поучаствовать могут физические лица, инициативные группы жителей, территориальные общественные самоуправления, юридические лица, независимо от организационно-правовой формы. В этом году будет 7 номинаций. Проводят конкурс в три этапа. С 20 мая по 30 июня 2021 года – прием заявок на участие в смотре конкурсе. С 1 июля по 27 августа – работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территории. С 30 августа по 29 октября – определение победителей. Заявки на участие принимают до 30 июня в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. По 1 миллиону рублей смогут выиграть 200 участников Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Специальность обучения регион «Активная студенческая жизнь» участника не имеет значения. Главное – молодые люди не должны учиться на выпускном семестре. В конкурсе студентов ждут три основных этапа по 11 направлениям. Одни из них – «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу». Участники получат ценные призы – бесплатные подписки на популярные сервисы, сертификаты на товары и услуги, онлайн-конкурсы и путешествия по России. Главный приз победителям предложат пройти стажировки в крупнейших компаниях России – Mail.ru Group, РЖД, Росатом, Норникель. Заявки на состязание «Твой ход» принимаются до 12 июня на сайте www.tvoyhod.online. Победителей объявят с 6 октября по 30 ноября. Конкурс проходит при поддержке Миноборнауки России и Росмолодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова